Кощунство, вандализм и неблагодарность. Жители Челябинска обвиняют в этом тех, кто повадился объезжать пробки через городское кладбище. Водители не смущают, что под колесами могут оказаться заснеженные могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Проблему мог бы решить обыкновенный забор, но его нет и неизвестно появится ли. Наш корреспондент Алексей Иванов разбирался в ситуации. Куда прешь? Не ветер что ли? Не надо здесь, не надо ходить ездить здесь. Пожалуйста. Жители одного из районов Челябинска, как могут, защищают могилы павших воинов Великой Отечественной. Водители объезжают пробки прямо через кладбище. Оно называется Братским. Похоронены здесь солдаты, офицеры которых после боев отправляли в далекий тыл на Южный Урал лечиться в госпиталях. Сотни человек, скончавшихся от ран, покоятся в этой земле. В нескольких сантиметрах от могил теперь разъезжают легковушки, грузовики и автобусы. Идет грязь, дождь, снег. Эта колея большая. Грязь это на памятники брышит. На стену вечного, так сказать, захоронения тоже. Это, можно сказать, не только нарушение какой-то дорожного движения правил. Это все-таки больше на вандализм похоже. Центральная часть кладбища – мемориальный комплекс. Его обновили к 70-летию Победы. Но остальная территория больше похожа на заброшенную. Памятники в полуразрушенном состоянии. О том, что под ногами чья-то могила, можно догадаться лишь по небольшому холму. Удалось установить имена чуть больше 300 человек, которые покоятся на Братском. Историки уверены, число умерших в госпиталях минимум раза в три больше. Ведь хоронили порой в спешке. Каждый, кто захочет здесь проехать, посчитает для себя это возможным, должен понимать, что таким образом, прямо под его колесами, может оказаться реальное захоронение войны Великой Отечественной войны. Дорогу вдоль памятников водители накатывают уже несколько зим подряд. На все обращения неравнодушных жителей, чиновники отвечают. В городском бюджете не предусмотрены деньги на забор вокруг погоста. К тому же кладбище до сих пор не имело четких границ. Будут установлены границы. То есть вот эти столбики на местности будут определены, установлены. И уже по ним, при условии, что финансирование, если будет, соответственно, мы, конечно, в строительный сезон, то есть в теплое время года, да, мы финансировали, мы, конечно, постараемся установить хотя бы частичный забор. Пока в ответ на просьбы жителей чиновники лишь отрядили небольшую бригаду рабочих. Они очистили памятники от снега. Теперь могилы стали заметны, и колесом на них уже не наехать. Коммунальщики перекрыли въезды на кладбище кучами снега. Но, как показала практика, мера это временная. Автомобилисты, объезжая пробки, ищут новые пути проезда прямо рядом с воинскими захоронениями. Жители соседних с братским кладбищем домов собрали подписи и отнесли их в городскую администрацию. Поддерживать здесь порядок, говорят они, нужно каждый день, а не только накануне Дня Победы. Если ситуация не изменится, готовы защищать память павших круглые сутки. Алексей Иванов, Александр Шершуков, Евгений Гушин. Уральское бюро Первого канала. Челябинск.